Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку с 16,5% до 16%. Инфляционные ожидания при этом высоки, а снижение самой инфляции зависит от многих факторов, заявили в национальном регуляторе. Между тем, свои опасения о сложившейся ситуации на финансовом рынке высказывают депутаты Мажелиса, особенно по части потребительского кредитования и долгов по нему населения. Ждут ли нас высокие цены и какие депозиты выбрать на будущее, расскажет наш корреспондент. Годовая инфляция в сентябре продолжила замедление, продовольственное до 11,4%, непродовольственное до 12,1%. Рост цен на услуги в прошлом месяце составил 11,9%. Что касается месячной инфляции, она составила в сентябре 0,6% и продолжает формироваться значительно выше и исторических значений, и нашего таргета. Несмотря на стабилизацию, показатели находятся на уровнях, превышающих таргет. В этих условиях говорить об устойчивом тренде на снижение инфляции мы считаем рано. Инфляционные ожидания на высоком уровне, при этом наибольшую обеспокоенность, вызывают цены на комуслуги и ГСМ. Еще на принятие решения поставки повлияли тенденции во внутренней экономике. За января-август она выросла на 4,9%. Растут деловая активность и производство товара. Потенциальным проинфляционным фактором, как уже отмечалось, могут являться ожидаемое снижение урожая пшеницы и связан с этим возможный рост цен. Полагаем, что соответствующим ведомствам следует держать данный вопрос на плотном контроле. Третий фактор принятия решения – внешнеэкономическая конъюнктура. Показатели базовой инфляции в мире все еще устойчивы и формируются на высоких значениях, выше заданных целевых ориентиров. Снижение базовой ставки с 16,5% до 16% на население напрямую не отразится, сказал глава Нацбанка. А в дальнейшем она может понизиться. Это если инфляция будет ниже 10%. Ну а пока в Нацбанке рассказывают о финансовой картине в целом, депутатов волнует то, что более 80% населения имеют текущие займы. В США, например, всего 20% и указывают на проблему закредитованности населения. Полтора миллиона человек имеют просрочку платежей по текущим займам 90 и более дней. Кабальные условия банка второго уровня и микрофинансовая организация загоняют народ в долговую яму. Деятельность микрофинансовой организации не регулируется государством. Проценты слишком высокие. В итоге наши граждане сталкиваются с работой коллекторов, судоисполнителей, вынужденные проходить процедуру банкротства. Кажется, банки страны начали забывать, что основной миссией банковского сектора является использование финансовой компетенции для анализа и финансирования бизнеса. Банковский сектор эксплуатирует финансовую неграмотность людей, стимулируя покупать товары, в которых нет нужды. А в результате прибыль банков растет, а у населения экстремальная задолженность. И вот какое решение может быть. Фракция партии Республика предлагает внедрить лизинг для физических лиц, как более современного финансового продукта для граждан Республики Казахстан. Потребительский лизинг широко используется в развитых странах. Создание нового вида экономической активности, ранее существовавшей на рынке Казахстана, будет способствовать увеличению благосостояния граждан за счет улучшения доступа к материальным благам и улучшения финансовой грамотности. Кроме того, это снизит уровень закредитованности населения благодаря переходу на более дешевый альтернативу банковского кредита. В Нацбанке прокомментировали запрос депутата, и, как сказал Сулейменов, потребительские кредиты – это не зло. Если они привлекаются с умом, исходя из собственных возможностей, это, конечно же, дает определенную возможность улучшить свое жизненное состояние сейчас, но при этом точно знаешь, что ты сможешь оплатить. И, наверное, потребительские займы лучше привлекать не только на какие-то вещи, которые сейчас есть, а завтра нет, а лучше их привлекать на такие вещи, как образование, здравоохранение, улучшение жилищных условий, нежели на простое потребление. Так что мы никуда не денемся от займов, и это часть нашей жизни. То, что большинство трудоспособного населения имеет потребительский займ, я тоже не вижу в этом большой проблемы. Мы ходим в магазин, берем что-то в рассрочку, берем какие-то потребительские кредиты. Здесь нужно смотреть чуть дальше, мне кажется, и глубже. Главное, чтобы те слои населения, у которых действительно нет стабильных доходов, у которых нет возможности вернуть эти займы, чтобы они не брали на себя непосильное бремя, чтобы они в силу недостаточной финансовой грамотности они не брали на себя долги, которые никогда не смогут вернуть. А потому нужно расширять финансовую грамотность у граждан, уверены в Нацбанке, и зашла тут речь о депозитах. Уровень долларизации, судя по данным, снизился, а по теньговым положительная динамика. Процент долларизации составляет 26%. Причем по депозитам физических лиц мы сейчас находимся на 26-летнем минимуме. Депозиты физических лиц в долларах достигают всего лишь 23,8%. Напомним, базовая ставка – это фундамент системы и основной инструмент. Она определяет ставку, по которой банки второго уровня берут в долгу Нацбанка, затем давая займы населению. Снижение даст более дешевые кредиты, но есть и другие факторы. Следующее решение поставки озвучат в ноябре.